Всем большой привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я вам покажу недельный влог, в котором будут самые такие значимые события, что с тобой произошло за прошлой неделю. Но перед тем, как покажу это все, вам хотела бы рассказать об одном канале, который я недавно нашла. Канал называется Вики Шоу. Я редко, когда рекомендую кого-то вот так вот настоятельно. Мне понравилась девушка тем, что она такая прямая, вот что на уме, то на языке. Она бесфальшная, она искренняя и самое главное, она адекватная. Она ведет канал в такой вот юмористической форме, показывает классные проверки лайфхаков, которые многие блогеры нам показывают, вот можно так-то, так-то, так-то. А она это доказывает, работает это или нет. У нее отличное чувство юмора, вот серьезно, я смеюсь от души. Поэтому обязательно переходите по ссылке, которая будет в инфобоксе, и подписывайтесь к ней на канал. Канал новый, но тем не менее видно, что девочка очень старается над его развитием. Каждую неделю выходят новые ролики, и с каждым новым роликом чувствуется, что влогинг становится более профессиональным, более отдается делу. Поэтому давайте ее поддержим и подпишемся к ней на канал. Ребята, я готовлю шубу. Я обычно для шубы использую уксус, когда мариную лук. Сегодня буду пробовать понти, уксус красного вина. Еще никогда такого не пробовала. И могу сказать, что в плане моего отношения к шубе я очень вредная. Вот только свою шубу я люблю. Добрый зеленый борщик. Здесь у меня щавель идет свежий и консервированный. Картошка, морковка, лук. И я стараюсь побольше трав добавлять. А, и в конце я добавляю яйцо. Напишите, а вы добавляете яйцо вареное? Лежий котик. Наша любовь, наша любовь. Наша, принаша, принаша. Я не знаю. Ты видишь, он куклачевский котик. Боль его. Обещаем и тебя когда-то покормить. Какие необычные стрелы у этого дерева. Примерно вот такую я хочу стенку у себя. Тут до камеры не передает. Она идет с блеском. Мне так очень нравится. Перламутно. У нас опять рубрика дома старинные. Вот такой вот красивенький. С такими бортиками на крыше. А это просто, смотрите, там голубятня. Сколько их там. Такие беленькие. Класс. Беречка кушает красную икру. На кровати. Беречка кушает красную икру. Он любит. Беречка, а не убит. Убилась того, что показывала, а не показывала. Из покупок. Нет, это, по-моему, на подделке. Это вот такие брошки, которые можно цеплять. тканевые. У меня с педикюром большая, с маникюром, да. Все еще не могу найти мастера. Из покупок еще вот это вот тесьма такая для подделок. Красивые вот такие вот нитки. Это для брошек. Еще я наконец-то купила классно. Сейчас я покажу, секунду. Это вот такая печенюшка. Вот это вот девочка. И вот это вот Селена. По-моему, Селена брошку зовут. Это покровительница женщин. И ее не дляносить тем, у кого алчные мысли. Будет на каком-нибудь тенем пальто смотреться вообще шикарно. Из продуктов купили еще одну бутылочку такого вот вина. Если вы видите Айка Стелли Бордолина, обязательно покупайте шикарное вину. Насколько у меня мама винный критик, она не все вина пьет и очень избирательно относится к магазинному товару. От этого она в восторге. Это фольгу купили. Кстати, что с фольгой? Что за цены на фольгу? Я в шоке просто. Такая дорогая стала. Купили два сыра. Вот этот вот сыр голландский. Это у меня пойдет на рулет. Я буду с фарша куриного готовить. А это гуриховый. Сейчас покушать. И купили вот такой вот чизкейк. Пробовать десертик. Вкусный или невкусный. А вообще, ребят, я еле на ногах стою, потому что мы уехали утром в секонд-хенд в один. Заехали там в магазин узелок только спицы купить. Мне мама кардиган вяжет. И нужны спицы определенного диаметра. И потом сразу прямиком в секонд. И вот только сейчас уже на улице темно мы возвращаемся. Я вся лохматая. Макияж поплыл. Сил никаких нет. Мы столько накупили. Там был люксовый завоз. Это суперхенд на АС-2. Люксовый завоз. И с 70% скидкой. А также там были вещи 10 гривен килограмм. Да. 10 гривен килограмм. Я накупила для своего магазина кучу всего. По 69 гривен за килограмм. Была масса товара. Шикарного ассортимента. И самое главное, что в этом магазине вы знаете, вот по секондам в основном линейки идут. То, чтобы было там атмосфера, H&M, Zara, прошлая коллекция. Либо позапрошлая. То в этом винтажные вещи. Такие вот, знаете, бирки советские. Ну, не советские, а во времена Советского Союза, которые были. Накупили так, что у меня вся машина, весь багажник был занят. Точнее, второе, второе, четвертое место было занято все вещами. Сейчас быстренько кушаю, готовлю еду. И еду на день рождения. У меня с него друга 30 лет юбилей. Вот. Еще нужно получить на почте его подарок, получить телевизор, получить телефон для мамы. В общем, у нас тут, как обычно, все. Наполеон просто нервно курит. Еще мы столько всего накупили. Хочу вам показать для творчества. Это вообще. Я вам чуть-чуть показываю, потому что я забываю, если честно. Я тут ложила все. Пошла другими делами заниматься. И еще мы классные переделки сделали. Видео я уже загрузила на канал про переделки. Не всем, конечно, понравилось. Ну, я понимаю, в принципе, что вкус и цвет давали еще нет. Но вот еще будет скоро одно видео. Там будут очень крутые. И, наверное, в сегодняшнем видео я конкурс проведу какой-то. Так что в понедельник вы будете его смотреть, если все в порядке и по расписанию будет, и будет конкурс. Посоветовали канал Таня Лето. Мы сейчас его смотрим и черпаем идеи для вдохновения. Крутейший, конечно, канал. Мы подготавливаем перенгасик. Сейчас будем его жарить. Я делаю рулет из фарша и сыра. Уличный декор. Мне так нравятся такие вот подделки смешные, ящерицы. Затарились мы. Это на продаже. Почти себе ничего не купили. Ну, у мамы маленький пакетик совсем. У нас, у насная сумка у меня. А это моя новая сумочка. Вот такая. Чисто плотное окошко. Глубо, конечно. Фух, ребят, прибежала. Мы опять все в делах. Я с одной почты на другую почту моталась. Целый день снимали видео. Где-то до 4, пока был свет, опять снимали, потом бегали, бегали, забежали на новую коллекцию в лыку-шафу. Сейчас, посколько яла домой, буду готовить хумус, буду готовить салат кукуруза, яйцо, картофель, вареный огурец, маринованный и лучок, замоченный в красном, в уксусе из красного вина, по-моему, если не ошибаюсь. Потом буду готовить плов. Потом у меня еще куча-куча планов. Но, скорее всего, сегодня это все. Плюс маме нужно помочь переделывать одежду. Плюс нужно еще вернуться на другую новую почту, получить мамой телефон. Мы ей новый купили. В общем, дурдом. Еще у меня столько вещей новых детских, таких классных. Я надеюсь, что частично уже я их отфотографировала, добавила на шафу. Это уже в лыка шафа сайт. Частично еще надо будет это все делать. Я вообще не успеваю. Я уже неделю не отвечала на комментарии на ютубе, потому что у меня просто нет времени сесть. Я даже не знаю, сколько у меня подписчиков, честно. Я видео пытаюсь как-то там добавлять, теги, картинку делать, и все в попыхах, попыхах. Завтра мама уже уезжает. Мне, конечно, очень грустно. Я обещаю всем ответить на сообщения, посмотреть, что у меня там на почте происходит, вообще какие там предложения на одной, на второй почте. Отмонтировать видео и сделать видео с запасом, отснимать кучу-кучу всего. Я в жизни готовлю нут сама. Я его предварительно даже больше, чем на сутки замочила в воде. Параллельно воду подливала, потому что ее мало было. Сейчас поставила вариться. Но я думаю, что в процессе варки буду еще добавлять жидкость. Все буду держать под контролем и вам рассказывать, что за чем происходит при готовлении хумуса. Параллельно воду подливать. что зашли в простор, купили масло ши натуральное фирма Flora Secret или секрет, как правильно, и масло авокадо этой же фирмы. Покупка нам обошлась в 90 гривен. И вот это вот масло ши рекомендуют использовать, наносить на кожу лица тонким слоем, либо добавлять в косметические росьоны, в средства. Ну, я хочу сейчас попробовать нанести на волосы. Как это будет? Тут пишут, на валяной бане, она загревает, либо в руках растирает. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я сейчас без ногтей полностью сняла ногти, решила немножко отдохнуть. Сейчас еще какую-то альтернативу для себя, для маникюра какой-то, чтобы не сильно вредила моей поверхности ногтевой, но и в то же время, чтобы досмотрелось красиво. Его как хумус сварили, нужно очищать его от вот этой вот верхней шкарлупы. Ну, а потом блендеры размачивать. Я вам все это покажу. Магали, 16 декабря, на улице тепло, снега нет, море такой, закат красивый. Травка еще местами зеленеет. Чаечки летают. Пришли с мамой на море, дались термокружки наши. Мама себе шапку связала, вот такую вот классную. У нас вообще цель пойти собаку, этих щенков, которые я показывала в прошлом влоге недельном покормить. А еще нам нужно каталог Евроше пролистать, посмотреть, и книжного клуба, выбрать книжки, которые мы будем заказывать. У нас там такой список сумасшедший. Я вам потом покажу наши выписки, что мы хотим купить себе. И корни у деревьев. Да, да, тут удаши идут. Мы увидели всегда это здание, но что-то сейчас обратите внимание, какая там разруха. Посмотрим, что внутри. Стекла валяются. Я вообще хочу здесь пофотографироваться. ой, там деревянные полы и внутри. Красотка. Ой, там их столько. Как красиво. И ворона. И ворона, да. Ой, ворона классная, вон та пошла. Слушай, наверное, то ворон вообще. А рядом селик какие-то вороны. Ага, селик как вороны. Я куда-то бережу. Здесь такой островок интересный, Г-образный. Мы все приближаемся к этой водной станции. И там щеночки. И эти, надеюсь, они там будут еще. И вообще им нужен дом. Может, кому-то нужны собачки маленькие или такие красивые. Попросили на летня показывать. Вот. Моя курточка. Помните, здесь пятно было? Найковская. Вишенки нашила. Розовые тимбурные. Подождю прошла, они уже грязные. Моя шапочка, рюкзак. И тут свитер с кошечками. С котиками. У меня он есть в инстаграме. На страничке. Судескабан, Вань. А, это мой Судескабан, потому что я кабаном называю. Совсем другой. Ой, сейчас будем проезжать. Обратите внимание, какой у нас танцор есть в Мариуполе. Вот он. Видите? И так вот каждый день он тут выступает. У него разные программы. Только что заехали, купили мне новый рюкзак. И ноутбук. И потом покажу игру. И заехали, купим пасту, более салатик и более щеток. В конкурсе будет вот такая вот футболка. Я ее получила за участие в конкурсе Аутгарнир. И хочу поделиться таким подарком с вами. Это футболка украинского дизайнера White... White Peak, я надеюсь, или байк, и правильно произношу. Она такая белоснежная, с классным букетом тюльпанов. Я обожаю тюльпанов. Вот это, кстати, это так и должно быть. Это никакой не пятнышко, это такой вот декор. И чтобы получить такую футболку, нужно просто оставить комментарий под видео «Хочу футболку», быть подписанным на мой канал. Розыгрыш состоится на следующей неделе во вторник. Отправка за мой счет и действует конкурс по территории Украины. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. Пока-пока-пока-пока.